привет youtube привет поговорим о волшебных колотушках вот мы пользуемся пробойниками ну вот это нюсливский один из моих первых покупных пробойников вот с магнитиком висит он хорошо не падает как вот и немаловажный момент вот пробойник это очень важный инструмент без покраски все об этом знают я занимаюсь с очередную машинку делаю вот и как бы немаловажный элемент это пробойник естественно как его ука с ниткой так пробойник и идет с молоточком или с теммером и прочим в общем я задался целью чем можно вот одни бьют молоточками там вот этой частью допустим но условно ну как бы неудобно да вот таким молоточком бить он не для этого предназначен молоточек вот вот эти тоже собственно не для этого предназначены молотки ими и неудобно бить а удобно бить ну вот таким еще молоточком можно и вот этой частью она плоская вот она плоская плоская часть удобно ну тоже как-то лично мне по весу но неудобно а вот мне приглянулась первая колотушка моя была потом я ее оснастил магнитами это от молотка ручка вот я ее купил за 32 рубля прослужила вера и правда но потом я стал замечать когда я работаю вот здесь мы видим она вся побитая и весь этот мусор который оббивается он летит и мешает скажем работать я сделал вот такую из детской кроватки это поперечина была очень хороший материал очень хорошо в руке лежит и как бы нормально ну хорошо да хорошо но вот задумался увидел вот термо древесина я не знаю может ли поможет ольха там я особо в дереве не соображаю вот идея пришла сделать их разными и разных по весу сейчас взвешу посмотрим что это еще весит значит вот этот мой с магнитиками 1 весит вот 135 грамм этот 145 грамм 124 грамма и 106 грамм вот я к чему что вот посоветуем все так сказать с подписчиками кто что скажет потому что видел много разновидностей есть у ребят тоже задал вопросы из чего сделано а хрен его знает еще сделано такой был ответ вот что то такое типа пластика вот сегодня так сказать два новых у меня молоточка забивалки появилась вот почему они полегче вот этот вот допустим который 127 по моему грамм сейчас еще раз уточню как-то у меня прям по руке подошел до 124 грамма очень он мне понравился хорошо бьет вот а вот этот как бы поменьше но не знаю что 6 грамм покажу вот этот 124 грамма мне очень понравился даже получше чем вот этот 145 все таки с утра до вечера вот так вот махать колотить когда вот машина сильно оградовая как бы попалась вот и тут естественно все время приходится забивать 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 перераспределять металл вот решил так сделать а почему потому что вот от этого этот уже уходит на пенсию вынимаем магнит и возможно под какой-нибудь там молоточек где-нибудь найду задряхлевшую ручку и поменяю либо пусть так лежит пригодится под что-то вот вот эти твердые породы дерева и опять же вот это обработано у нее даже запах такой интересный как под копченое дерево вот они очень жестко работают от них щепка не сыплется но опять же более древесина такая упертая так вот я хочу так сказать это в плане кому-то может поможет но и опять же магниты вы понимаете вот они видны для того чтобы раз и вот она не падала прекрасно держится даже что так что вот так вот на одном и она не падает любой момент можно так аккуратно приложил и пожалуйста единственно конечно бросать их обыгде не надо они любят они потому что на магниты цепляется вот как мы здесь видим всякий металлический мусор потом он во время удара он обсыпается и создает дополнительные трудности опять же попадает эта вся гадость на окончание пробойника вот на самый кончик и его приходится периодически подчищать потому что если окончание пробойника скажем так загрязненного такими вот абразивом либо металлической стружки она на лаке оставляет следы которые нам совсем не нужны вот собственно такое коротенькое видео про эти чудо забивал очки вот кто-то что-то может подскажет как бы интересно я считаю схема надо ее развить вот кто-то что-то посоветуется покажет свои наработки и так далее вот такая вот интересная тема потому что вот эти забивалки ну как я их называю это очень важный элемент потому что пробойники скажем так молоток или забивал кого такая это основное он так сказать оружие в борьбе против вмятин по скриптам решил сделать почему так сказать вот это все делается выбирается вот забивал к фроновый стендер это нас так сказать флагман вот пдр центр москва вот d400 так хорошо красиво согласен вот смотрим еще допустим что вот из такого вот куча молотков тут всяких в данном случае еще подходит вот такой молоток засаживания которым пользуется большинство мастерол на нем там что-то написано пдр толком полно да вот тоже d400 то есть тем ребятам кто как бы пробует еще себя вот но вот это вообще по моему абсурд такие китайские молотки там по 790 под 300 вот продают но это мягко говоря фигня какая-то вот у нас в магазинах они по 300 по 400 рублей вот и не надо его заказывать а тут 790 ну это как бы я не против умеют люди продавать продают но дай бог и удачи им просто напросто у нас как говорится видео посвящено тому что мы делаем сами то что мы можем все правильно вот такой молоток нюшлевский 3 990 а его ты не сделаешь или допустим вот такой молоток хотя в принципе можно вот опять же я вот такой молоток не смог себе сделать вот я его купил я им пользуюсь в 1300 он стоил или вообще по идее непонятно 3 400 есть и 1375 скорее всего это вот это за 1300 да он у меня не с песком за 3 400 вот такие короче вещи вот такие штуки вот насадочки я купил сразу в комплекте с ним но вот такие вот вещи можно купить и у нас магазине или там какие-то насадочки или молоток какой-то хитрый вот почему потому что ну я считаю все это дело конечно нужно но второй момент опять же этим надо уметь пользоваться вот так что кто хочет тот пользуется таким кто хочет пользуется таким но я хочу и пользуюсь вот таким вот я сейчас работаю прекрасная колотушечка как мы видим вот я уже второй день не работаю вот окончание инструмента которым я бью видно она настолько жесткая что принципе ничего от него не отлетает вот никакого мусора не создает и вот я потихоньку 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 пытаюсь добиться более менее ровной крыши на этой побитого машинки градом потихоньку со временем это все получается конечно не так как хотелось бы но так сказать речь не об этом вот на этом я как бы завершая вот об этих молоточках колотилках различных наше видео вот еще раз покажу что вот и такой был у меня вариант тоже очень хороший но он потяжелее вот этот наоборот полегче а вот этот уже я с ним расстанусь еще можно добавить вот сайт денгир америкосы вот такие у них цены частности от молоточки 22 22 22 доллара вот если мы откроем яндекс на сегодня 64 рубля но грубо 22 на 64 но где-то 1300 стоит молоточек вот 1300 если мы пороемся вот здесь вот наши молоточки те же самые вот 1300 здесь 2400 3400 а должна быть цена вот такая 1200 1300 вот так ладно хорош этим заканчивать за морем телушка по ложка до перевоз дорог